Итак, дорогие мои, я все-таки хочу снять продолжение вот этой интересной, показавшейся мне интересной истории. Несмотря на то, что Ирина Киреева попросила построить брючки на такого крупного человека, 69 видите талия и 67 бедра, рост 180 у нее был, длину изделия она мне дала и больше ничего она мне не дала. Я добавила какие-то мерочки, которые взяла из предыдущих Елена Матафанова и Ольга Емельянова присылали мне. Ну и что-то средненькое у меня вот такое получилось, я дополнила эти мерочки и предлагаю вам быстренько построить брючки и посмотреть, что у нас из этого получится. Для этого я уже подготовила сеточку и работаем по линии ягодиц. Откладываем сюда, значит у нас волшебная история с прибавками получается. Почему? Потому что посмотрите, я изменила прибавки. Прибавку по бедрам я сделала 4 сантиметра. Для того, чтобы 67 его бедра плюс 4 у нас получилась ширина в сеточке 71. А у него талия 69, так как у него есть животик. Я прибавлю 1 сантиметр, она получится 70. Талия будет все-таки на 1 сантиметр поменьше, чем у нас животик. Предлагаем ему носить ремень. И вот эту выкройку красным цветом на огромный вот на этот размер я предлагаю сделать все-таки на брюки, которые будут носиться на животе. Принципиальное отличие сегодня у нас будет в этом. Вот эти брючки на предыдущей мерке мы носили под животиком и снимали линию талии, укорачивали линию талии впереди. Вот эти брючки я все-таки предполагаю, что он будет носить на животике, пользуясь при этом помощями какими-то, которые будут поддерживать. И не спускать их под живот. Вот в этом принципиальное отличие. И построение выкройки у нас будет другое. Я не знаю, что у меня при этом получится. Но у нас есть разные желания, у нас есть разные интересы и разные варианты. А вы можете уже в своих выкройках учитывать либо первый вариант, либо тот, что у нас сейчас получится. И так очередной эксперимент и очередной риск. По линии ягодиц откладываем половинку бедер. 67 плюс 4, 71 пополам 35,5. 35,5. Точка Я1. Влево откладываем 1,1 талии. Это у нас 7 сантиметров получается. 69 плюс 1, 7 сантиметров. В обратную сторону 1,1 бедер. Но практически то же самое. Точка Я3. И у нас совпали практически Я3 и Я1. Ну и пусть. Вот так. Вниз 1 сантиметр. Можно полтора. И мы еще не оформили стрелочку. Хорошо. Пока соединим эти точки. Найдем серединку. Соединим эту серединку с уголочком Я3. Найдем серединку. И оформим шов сидения передней половинки. Так. Виноват. Закрываю своей головой камеру. Ой, хорошо. Теперь измеряем ширину брючины передней половинки 43 сантиметра. Пополам. 21,5. Точка Я4. Через точку Я4. Вертикальная линия. Стрелка. До конца. Ширина брюк внизу. Так. Ну давайте с верхом закончим. Отступили от талии вниз. 1,5 сантиметра. Большой человек. До стрелки нарисовали эту линию. Затем смотрим на талию. Ой, 69. Плюс 1. 70. Пополам. 35. Берем 35 сантиметров. Ставим вот в эту точку. И на талию проводим дугу. Вот она точка по талии. И получилась у нас практически вот такая прямая линия до бедер. Это боковой шов. Это боковой шов. И соответственно вот здесь. Соединяем. Продолжаем линию талии. Вот так у нас нарисовалась линия талии. Когда наклоняюсь, видно мою голову. Зато ровные линии. Когда не наклоняюсь, голову не видно. Но линии какие-то есть. Ладно. И так как у нас есть животик. Мы должны были отклониться вот в этом месте. А я не отклонилась. Очень плохо я сделала. 2 сантиметра я все-таки вот сюда возьму. И тогда на 2 сантиметра я должна уехать вот в эту сторону. Видите как? Спешу. Сейчас мы все это исправим. На животик отклоняться надо обязательно. И линия талии у нас получится с вами вот такая. Если по всем правилам. И здесь мы приходим к бедрам. У нас получается линия вот такая. Вот что у нас нарисовалось. Эксперимент. Он и есть эксперимент. Я не знаю, что получится наперед. Но тем сегодня задача для нас интереснее. Еще раз. Значит мы отодвинулись на животик. Потому что мы помним, что у нас есть животик. И шов сидения передней половинки у нас получился вот такой. Это окончательная его версия. Дальше не знаю, как пойдет. Талия у нас получилась вот такая. И боковой шов у нас получился вот такой. Переходим к линии низа. Внизу у нас брючины 24 см. Пишем 24. Делим пополам. 12 минус 1 см для передней половинки. По 11 влево и вправо. Соединяем. Соединяем. Вниз вертикальные линии. Для того, чтобы обработать было легче. Вот так оформляем. Приталиваем. На 2 см приталю каждую штанинку. Потому что получилось очень широко. На 2 см подбираем в области коленочек. Получилось раз. И получилось у нас 2. И мне довольно кажется очень симпатичной наша брючинка. Несмотря на огромный размер. Посмотрите. Давайте сразу ее оформим красным цветом. Потому что линии все очень-очень приличные. Так. И не выглядит как-то очень безобразно. Мы построили с вами переднюю половинку. Полюбуемся на нее и будем строить заднюю половинку. Для этого линия стрелочек. Работаем по линии талии. И линия вот эта точка. Находим серединку этого отрезка. Опускаемся из этой серединки на талию построенную передней половинке. Вот наша выбранная точка. Т5 по мужским брюкам. Это точка Я3. От нее отходим на 2 см. Точка Я33. Для того, чтобы оформить шва сидения для плоских ягодиц. Это оформление шва сидения для плоских ягодиц. Если у вас не плоские ягодицы. Значит вы соответственно выпуклые. Вы остаетесь в точке Я3. И от нее уже начинаете оформлять. Находим баланс. Баланс брюк. Это 1,1 СБ. У нас 71. 7,1 минус 2 см. 7,1 минус 2. Получится 5,1. 5 см мы откладывать будем от линии бедер передней половинки. Чтобы найти начало линии бедер задней половинки. И от линии талии тоже вверх. Баланс откладывается 2 раза. Теперь измеряем ширину бедер передней половинки 35,5. Я вижу вот у меня точка так. И отнимаем эту величину от ширины бедер нужной нам. 67 плюс 4, 71. То есть 71 отнять 35,5. И у меня получается тоже 35,5. То есть это же расстояние я откладываю от линии. От приподнятой линии бедер на линию. Вот они 35,5. И получилась точка B5. Вот она точка у меня. B5 для задней половинки. То же самое делаю с талией. По талии я хочу получить 70. Значит мне нужно 35 плюс 1,5 сантиметра на выточку по талии. 35 это 36,5 получится у нас. Даже сантиметра там хватает. Давайте 36 возьмем. Вот получилось у меня здесь 36. Делим пополам 18 и по пол сантиметра влево и вправо. Это будет маленькая выточка на спинке. И вот так ее аккуратненько оформляем. Она нам не особо интересна. Выточка на спинке у мужских брюк делается очень маленькой. Очень получилась нехорошая вот эта история. Смотрите какая. Посмотрим что получится дальше. Для этого сначала измерим расстояние от стрелочки до Я3312. И от Я3 вправо его отложим 12. Точка Я5. И точка Я5. Возвращаемся вниз. 24 пополам будет 12 и плюс 1 13. 13 значит и 26 откладываем. В коленочках по одному сантиметру расширения только добавляем. Так меня научили строить мужские брюки. И в общем-то это всегда меня выручало. Смотрим какой получился у нас боковой шов. А в общем-то неплохой получился у нас боковой шов. Вот так наш эксперимент себя ведет. Если мы вот так вот его продлим, у нас по линии бедер получается даже небольшое притаривание. И соответственно с этой стороны. Раз. Два. И уходим. Вот эту точку. Уравниваем. Длина шага передней половинки у меня. Измеряю 30 сантиметров. Переставляю в коленочку на заднюю половинку. И вот точка Я51. Я51. От этой точки, от точки, это у нас Я2. От точки Я2 вниз 1 сантиметр, точка Я21. Соединяю Я51, Я21 прямой линии. Вот эта точка 2. А вот эта точка Я3. Делю пополам. Точка 3. Через точку 3 проходит шов сидения задней половинки. Сразу оформляю его синеньким карандашом. Раз. Сюда. И вот так вот. Такая у меня получилась картинка. На спинке. Так. Ну, что еще сказать? Еще. Дальше я должна нарисовать вот такую линию. Нарисую ее мягонькой с прогибчиком с каким-то. Уйдем в конец. И, в общем-то, должна сказать, что все получается довольно-таки хорошо. И мне все нравится. Я ничего бы здесь особенного не меняла. Эти линии получаются у нас. Я даже какой-то намек сделаю. На. Вот так. Да? Дальше у меня пойдет линия. Так. Здесь я немножечко сглажу переход. Обязательно. И уйдем в конец. Вот такая у нас получилась с вами симпатичная история. Для такого большого человека. Вот так. Что бы я сюда еще добавила? Опять же, посмотрите. Довольно все похоже на правду. Если вы построите ему брючки вот в таком виде, я думаю, что он вас за это похвалит. И еще я бы увеличила ширину шва сидения передней половинки. Добавила здесь вот это расстояние 2 сантиметра от я 2 вправо. И ушла бы потом аккуратненько вот так. Вот этот вот треугольничек я бы добавила. И для баланса, возможно, нужно было бы убавить от точки Я 51 влево эти же 1,5-2 сантиметра. Вот здесь вот снять наоборот. А может быть и нет. Вот это я оставляю вам, дорогие друзья, ваш эксперимент до примерки. Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось сегодня вам показать и рассказать. Я думаю, что наш эксперимент удался. И наши брючки на такого большого человека получились, по-моему, очень даже ничего. Достаточно привлекательными. Итак, мои хорошие, до новых встреч. Всего вам хорошего. Всем здоровья, мира, добра. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok